Айвар Клявис. «Солнечное воскресенье с сыном, дочерью и Мартой». Читает Евгений Бразуль-Дружковский. Совсем обыкновенно и просто, будто не зная, что ничто на этом свете не бывает лишним, ничто не совершается просто так, само собой, без всякого значения и последствий, вернулся в то воскресное утро в задвинье Волдис-Зифтень. «Свели каштаны!» — звенели трамваи. За деревянными заборами визжали дети, и женщины развешивали белье на просушку. А Волдис-Зифтень шел по улице, с улыбкой осматриваясь кругом, как и положено человеку, который спустя долгое время издалека возвращается домой. Только сперва никто этого не знал, разве что немного позже, когда он уже проходил маленькой пчелиной улочкой, можно было услышать перешептывание за спиной. Но он шел себе вперед, не обращая на это внимания. Некоторые окликали его «Здравствуй, Волдис-Зифтень!» А потом как-то странно умолкали. А другие ничего не говорили, но и те, кто ничего не говорил, молчали так же странно. Один Волдис-Зифтень этого, наверное, и не замечал. Он все кивал «Здравствуйте, будьте здоровы» и шагал дальше. И, честное слово, все это выглядело так, будто он и вправду не знал, что на этом свете ничто не бывает лишним, ничто не совершается просто так, само собой, без всякого значения и последствий. Мужчины все еще стояли у деревянных заборов, женщины за их спинами вешали на дворе белье, а Волдис-Зифтень вошел прямо в тот дом, где жил раньше. И когда он подошел к дверям своей бывшей квартиры, то в первый раз за это солнечное воскресенье в растерянности остановился. Постучать или войти в дом, как прежде? Волдис-Зифтень переминался с ноги на ногу и никак не мог придумать третий вариант. Оказывается, можно было только либо постучать, либо войти, как прежде. Пока он так переминался, дверь растворилась. В ней стояла Эдита. В комнате была видна светло-коричневая мебель. У Эдита были осветлены волосы. Она выглядела взрослой, а выглядела красавицей. И Волдис-Зифтень сказал «Здравствуй!» Так как просто не успел придумать ничего другого. Но Эдита молчала. Волдис-Зифтень повторил снова «Ну, здравствуй!» И Эдита сделала шаг в сторону, чтобы он мог войти в комнату со светло-коричневой мебелью. Волдис-Зифтень пошел и остановился посреди комнаты, но Эдита все еще молчала «Ну, здравствуй!» Сказал он уже в третий раз «Где мамочка?» И на третий раз Эдита не ответила. Это выглядело так, словно она и не слыхала его. Молчание затянулось. Волдис-Зифтень стоял посреди комнаты и не знал толком, что теперь делать. Тогда Эдита внезапно совершенно неожиданно проговорила «Зачем ты пришел?» «Ну, видишь ли, так, пришел!» Пораскинул мозгами, видишь ли, и вернулся. «Сколько же можно мотаться по свету, как непрекаянному?» Ответил Волдис-Зифтень. Но Эдита, которая за эти годы выросла, осветлила волосы и теперь выглядела красавицей, с усмешкой посмотрела на него. «Ах!» Пораскинул мозгами? Пораскинул дочка. «Я же говорю, сколько можно мотаться по свету, как непрекаянному?» «Надоело!» «Ах!» «Надоело!» «А ты помнишь, что я сказала, когда ты уезжал от нас?» «Стоит ли вспоминать?» «Это же просто сгоряча было сказано». «Ты все же постарайся вспомнить». И в этот момент, стоя посреди комнаты, Волдис-Зифтень почувствовал, что надвигается что-то неладное, что-то такое, о чем он ни разу в жизни не задумывался, что-то такое, чего он в это солнечное воскресенье совершенно не ожидал. «Уходи!» Тихо сказала Эдита. «Сейчас же!» «Уходи прочь!» «Доченька, разве так можно?» «Я же твой отец». «Где мамочка?» «Доченька, я же вполне серьезно». «Разве так можно?» «Можно, чтобы духу твоего не было. Когда ты был нужен, тогда тебя не было. Не понимаешь, разве? Может, ты думаешь, что мы дураки, и отец нам нужен название ради?» «Мама тебе все простила, но ты уже тогда ничего не понимал. А теперь?» «Теперь мама умерла». «Доченька», — произнес Волдис Зифтинь. «Доченька, доченька», — повторил он, но что сказать дальше, никак не мог придумать. «Уходи сейчас же». «Уходи сейчас же». «Как же так?» Но на этот вопрос Волдиса Зифтиня никто не ответил. Тогда он попросил, чтобы ему сказали, по крайней мере, где найти Юритиса. Эдит взяла газету, оторвала от нее узенькую полоску, разыскала ручку, написала адрес и сказала, что вряд ли Юрис обрадуется его возвращению. После этого Волдис Зифтинь ушел. Мужчины так же, как чуть раньше, стояли у деревянных заборов, мрачно глядя поверх них. Женщины за их спинами развешивали белье на просушку. А Волдис Зифтинь с понурой головой шел по пыльной маленькой пчелиной улочке, тихо повторяя про себя. Дочка, доченька, так как все еще не мог придумать, что же сказать дальше. Пахло жареным мясом, во дворах визжали дети, цвели каштаны. В то же самое утро, далеко от Задвинья, в жилом массиве Кенгарагс, Юрис Зифтинь чинил новую, выкрашенную белой краской дверь своей новой двухкомнатной квартиры и насвистывал. Его двухлетняя дочка Инга играла цветными пластмассовыми кубиками, а жена Алда на кухне варила на газовой плите обед. Тут у дверей кто-то позвонил. Юрис Зифтинь положил молоток и пошел открывать. На площадке стоял его отец Волдис Зифтинь, который ушел семь лет назад, когда Юрис еще учился в одиннадцатом классе. А два года назад, когда умерла мать Юриса и бывшая жена Волдиса Зифтиня, Марта, даже не приехал на похороны. Сейчас он стоял в дверях и молчал. Юрис Зифтинь спросил, что тебе нужно. Но Волдис Зифтинь только стоял и молчал. Это выглядело в конец жалко и грустно, поэтому еще минуту спустя Юрис добавил, ну заходи. Волдис Зифтинь вошел в квартиру и сразу повеселел. Я был у Эдиты, в нашем старом доме, но она меня и впустить толком не впустила. Ладно, еще твой адрес дала. А ты хорошо живешь, сразу видно устроился. А мне, как и прежде, не везет. Такой уж я родился, неудачник. Волдис Зифтинь говорил очень быстро, будто надо было куда-то торопиться, будто он чего-то не успел. Он перепрыгивал с тему на тему, с настоящего в прошлое, и это была совершенно запутанная и непонятная история. Когда он наконец умолк, Юрис только сказал, вот как. И немного погодя добавил, так ты, может, теперь хочешь поесть? Волдис Зифтинь ничего не ответил. Они вошли на кухню. Вскоре из нее вышла Алда и скрылась в комнате, где цветными пластмассовыми кубиками играла Инга. А Юрис на кухне поставил на стол миску вареной картошки и тарелку с жареным мясом. Волдис Зифтинь принялся за еду. Он ел долго, ел с наслаждением, с улыбкой поглядывая на Юриса. Но так как Юрис молчал, он тоже ничего не говорил, только поглядывал с улыбкой. Когда он покончил с едой, Юрис спросил, может, хочешь еще? Нет, нет, сказал Волдис Зифтинь и попросил, чтобы Юрис наконец рассказал что-нибудь о себе. Как дела? Как жизнь? Но Юрис ничего не рассказывал. Он все время думал о своей матери и бывшей жене Волдиса Зифтиня Марте, которая умерла два года назад и которую похоронили на кладбище в Зипник-Калесе рядом с сестрой и на могиле которой Эдит и каждую весну сажала лиловые онетины глазки. Ни о чем другом не думал Юрис, единственно об этом. Думал, думал, да и выложил все Волдису Зифтиню. Но он, дьявол, ничего не понял. Абсолютно ничего. Даже тогда, когда Юрис рассказывал, что мать перед самой кончиной произнесла отца я уже больше не увижу, да и вряд ли он приедет. Даже тогда Волдис Зифтинь ничего не понял. Он сказал, что жаль, конечно, но мать умерла, и что толку так много об этом говорить? Из мертвых еще никто не восставал. Живые те должны жить дальше. И у него, Волдиса Зифтиня, сердце не камень. Ему больно, но что тут можно поделать? Ничего. Именно так он и сказал. И у меня, Волдиса Зифтиня, сердце не камень. И мне больно, но что тут уж можно поделать? Ничего. И едва он это произнес, Юрис изменился. Изменился и стал совсем другим. Изменился так, что его совсем нельзя было узнать. «Что тебе нужно?» Сказал он, и голос звучал словно издалека, словно еще из тех времен, когда он учился в школе, когда ушел в армию, когда вернулся, начал работать и когда два года назад умерла мать. «Что тебе нужно?» «Слышишь?» «Ничего здесь твоего нет и никогда не было. У тебя и работы-то порядочной не было. Мотался по белу свету с одного места на другое, а мы обходились с тем, что выкраивала мать. И только она одна!» «Да ты же ни черта не понимал, как и теперь еще ни черта не понимаешь!» «О чем ты, сынок?» «Я же сказал, что ты ни черта не понимаешь. Ты только сейчас заявился. Думаешь, у тебя еще есть мыс Адиты? Но у тебя здесь никого больше нет, понял? Это ты и запомни с сегодняшнего дня. У тебя была она! Да только ты опоздал на два года! Два года назад еще была, а теперь больше нет!» «Почему? Ну, почему вы меня гоните? Я вам больше не нужен? Как же так? Я ведь отец ваш!» «Какой ты отец? Из чего бы ты стал вдруг нужен? Ты хоть чему-то научил меня? Видишь? Даже сам не знаешь. Я могу тебе сказать. Ты научил меня колоть дрова. И все. Больше ничего. Но ведь этого же чертовски мало. И остальному мне пришлось выучиться самому. Уходи», — закончил Юрис. Он сказал это совсем-совсем тихо. Волдис Зифтень ушел. Все дальнейшее происходило уже после полудня. В магазинчик недалеко от кладбища, в Зиепне к Калесе, вошел один человек и купил бутылку водки. Потом он долго стоял на углу и всматривался в людей, спешивших мимо. Смотрел так, будто с неба свалился. А потом медленно и вроде неохотно ушел в сторону к кладбища. Волдис Зифтень давно здесь не бывал. Прошло немало времени, как ему удалось найти могилу Мартиной сестры. А тут уже рядом была похоронена и она, Марта Зифтеня, урожденная Абелите. И Волдис Зифтень сел на скамеечку возле могилы с лиловыми анютинами глазками, откупорил бутылку, отпил и сказал. Здравствуй, Марта. Видишь? Вот. Он замолчал, уставился на лиловые анютины глазки и время от времени отпивал по глотку из бутылки. Так прошло минут двадцать. Потом он поднялся, подошел к могиле и сказал. Не то себе, не то кому другому. Видишь? Вот я и пришел. Только я никому больше не нужен. Не нужно я стал. Лишний. Совсем, совсем лишний, Марта. Я теперь совершенно лишний муж и отец. Дети меня гонят. Я, дескать, им не нужен. Они меня знать не хотят. И тебе, Марта, я тоже больше не нужен. Только вот прогнать ты меня уже не можешь. Я припомнил сейчас, как мы жили. Как было, когда родился Юритис. Когда родилась Адиты. Как было, когда они росли. И если мне сейчас надо было сказать, почему я тогда ушел и оставил вас всех троих, то ни черта не смог бы сказать. Сам не знаю, почему ушел. А ты теперь в сырой земле. Тебе от всего этого ни жарко, ни холодно. Тебе я тоже больше не нужен. Но знать, и я скоро буду там у тебя. Много ли мне осталось? Ты только, Марта, слышишь, Мартыня, скажи, что я не был такой уж плохой. Не воровал. Пальцем тебя не тронул. Другие к своим женам куда хуже бывали. Одного ни черта теперь не пойму. Почему я ушел тогда? Но ты скажи. Ну, скажи, что не такой уж я был плохой. Ты же меня знала лучше всех. Ну, скажи, скажи, что я не был сволочь. Что я как человек еще хоть куда. Мартыня, прошу тебя. Мне страшно, надо, чтобы ты это сказала. Страшно. Ну, скажи. Но Марта ничего не сказала. Ведь она умерла, так и не дождавшись возвращения Волдиса Зифтеня. И теперь лежала под лиловыми анютиными глазками. Волдис Зифтень залпом выпил все, что еще оставалось в бутылке. Прошел до того места, где между двумя дорожками росла травка. Сел. Потом лег на спину и глядел, как высоко-высоко над ним, над лиловыми анютиными глазками на Мартиной могиле проплывают большие белые облака. И так он глядел, думая о том, что эта поросшая зеленой травкой площадка, определенно свободная, лишняя. И надо бы похлопотать, чтобы когда он умрет, его похоронили бы на этом месте, возле Марты. На такой красивой, поросшей зеленой травкой, свободной и лишней, никому не принадлежащей площадке. Так Волдис Зифтень думал, думал, пока не заснул. Спустя час по дорожке шли двое с лопатами. Один из них сказал, распоследнее свинство. Вырывают человека из дому в воскресный день и заставляют вкалывать. Второй же сказал, что ничего не распоследнее свинство, и в воскресенье можно повкалывать, лишь бы платили хорошенько. Но первый не успокаивался. Тут он вдруг заметил Волдиса Зифтеня, который спал на свободной и лишней, поросшей зеленой травкой площадке между двумя кладбищенскими дорожками. «Э, да там кто-то спит. Гляди-ка». «Сам вижу, что спит». «Придется будить. Пошли». Первый следовал за ним, ворча, что все-таки это распоследнее свинство – налокаться и дрыхнуть на кладбище. Так они остановились и возле Волдиса Зифтеня, спавшего на поросшей зеленой травкой площадке. И тот, который говорил, что и в воскресенье можно повкалывать, принялся трясти его за плечо. «Приятель! Слышь, вставай!» Но Волдис Зифтень спал, как убитый. Мужчина с лопатой тряс за плечо все сильнее и сильнее. «Эй ты, морда! Просыпайся, сволочь! Нам тут яму рыть!» Волдис Зифтень сел и протер глаза. «Вставай! Вставай! Нам тут яму рыть!» И Волдис Зифтень встал, медленно повернулся к обоим спиной и пошел прочь. А те, поплевав на ладони и не произнеся ни слова, начали копать. Ведь ничто на этом свете не бывает лишним, как и ничто не совершается просто так, само собой, без всякого значения и последствий. Перевод Виолы Ругайс Опубликовано в сборнике латышской прозы «Один день на милой доброй земле. Современные латышские рассказы». 1981 год «Один день на милой доброй skyline» Продолжение следует...